так швейцарии привет оля привет значит так присловие я вас не знаю ничего но вы обратились ко мне за советом мне в себе и швейцарии это накладывает на меня страшное обязательство я даже волнуюсь вот так теперь оля смотрите я хочу сейчас на это я письмо может сразу ты не найду так сейчас сейчас по время идет запись идет дело в том что я бы хотел сейчас ваше письмо а она она не по-русски в общем так просьба скажите о чем вы написали письме у меня такой вопрос и в швейцарии у нас клима достаточно мягкий то есть у нас зим практически жестоких не бывает минус 10 это самое большое и то ненадолго абрикосы персик у нас в принципе тут растут хорошо в том что в марте часто бывает уже очень тепло и они распускаются и потом возвращаются возвратные морозы где-то не сильные но один-два градуса минус ночью и как правило на неделю-две такая погода и они конечно же все вымерзают и вот уже как который год в принципе совершенно не бывает плодов хотя в принципе персики абрикосы растут здесь неплохо если вот такой весной не получается такой ситуации но учета погоды в последние годы года все так вот подводила и я вот решила вас спросить может у вас есть какие-нибудь советы по этому поводу так будем разбираться ну для начала что скажу допустим у меня край который идеально подходит к абрикосам до 5 лет из 5 не плодоносят внутри плодоносят допустим роскошные абрикосы из пяти а и которые поскромнее 4 года из пяти ну иногда пропускают урожай это это лучше чем в среднем статистика по абрикосовым странам например книги я читал очень солидной книги было написано так в самых абрикосовых странах абрикосы плодоносят два те которые занимаются промышленным производством абрикосы из 10 лет плодоносят 2-4 года из 10 это крайне маленькая у нас лучше но у меня предгоре я бы хотел сравнить для меня швейцария это горы или ошибаюсь ну да так лично у вас есть абрикосы как часто плодоносят ну вот это вот в принципе они плода у меня они еще маленькие мы переняли наше сельское хозяйство в шестнадцатом году и я вот их все посадила посадила и эти высокорослые и низкорослые и вот первые годы там буквально первые первые плоды они дали а вот последние два года вот были таким заморозки и они у меня все все цветы померзли так ну это еще начало ну да я еще так сказать а это про 10 гектар это вы писали да у нас все у нас есть и зерно мы выращиваем и у нас яблоки это на шпалере у нас эти овощи с этими с немножко свиней немножко овечек немножко кур чтобы всего хватило так понятненько так знаете в общем будем считать так пока мы еще не определились дело в чем у вас получается вот передо мной я набрал три слова а потом увидите вы слепую работаете а я вот я набрал фото абрикосы швейцарии вот они абрикосы я вижу абрикосы средненькие ну как дайте вы уже все таки русского происхождения вы отнесите мерседес от автомобиля запорожец или ну хорошо ладно на экране не запорожцы где-то типа жигулей то есть я смотрю у вас вашей родной или она не родная но в общем в швейцарии я смотрю это как бы автомобили запорожцы если применить терминологию автопрома вот среднички а роскошного я ничего не увидел значит у вас два пути давайте так смотрите первый путь он у меня есть мощная как бы моральная поддержка от ваурина это александр юрьевич он на момент нашего общения был то завкафедрой мясского института то директором мясского института вот начинаем с самого простого он взял мои абрикосы которая называется чистый манджурец из-под манджурца я выкопал ему нас многие услышат тот уже знает эту историю но когда-то она войдет в учебники представим себе вот такие только два раза тоньше сеянцы вот такого ростика в тени под мощным моим манджурцем уникальным деревом и он довел до отношения их порядка 20-25 то есть все пошли у него получились уже неудобно показывать в каком плане значит слышно меня что-то там алё да хорошо а то что-то пищит а вообще не видно так это ничего вот так лежит этот телефон так лежит ничего страшного а потом увидите все на экране и вот он значит у него получились абрикосы лучше моих то есть манджурец это отец а у него же несколько этих оказалось супругов вокруг рослини и все абрикосы дали разные плоды до 35 грамм 20 30 35 урожая по 40 килограмм и это его слова сейчас у меня ночью у меня час ночи я не был готов а откладывать тоже не боюсь вот и откладывать разговор боюсь это как бы лови момент и получается что у него по 40 килограмм средний урожай все вкусно это его все слова у него уже есть и реферат доклад вот научная работа и везде эти фотографии они примерно такого уровня как вот я вижу в швейцарии заметьте речь шла о том абрикосе манджурска который у меня первые годы считался диким вот а у меня теперь есть сыновья манджурского абрикоса так ну несколько я бы мог показать если только быстро а если только быстро да в принципе что я днем не посплю так документы извините пожалуйста я совершенно не учла разницу во времени нет 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 я бы мог и не ответить просто выключить но я так не делаю вот у меня понимаете там на небе кто-то за меня решает сейчас я открою свои у меня тут есть на БПЗ загадочные ага загадочные манджурцы вот я сейчас покажу несколько фотографий все таки наверняка будут и люди которые еще не видели этого чуда и так это статья мы ее пропускаем самый сладкий из манджурска выглядит так это тоже это сыновья манджурска так же как у аулина только в принципе тот же уровень вот еще один манджурец еще манджурец второй самый сладкий но у меня сладких оказалось меньше сто а он и горячий у него все вот ну у него получилось ну как сказать может быть а у него климат мягче это тоже влияет вот еще один манджурец а вы уже понимаете что я вам предложу догадались ага это вы написали что это это в апреле кто-то будет из ваших в России да 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 вот в общем я вот так вот быстро пролистнул потому что нету сейчас главное вот они манджурцы 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 вот еще вот манджурцы манджурцы это все косточки и от этого ну все ладно в общем и потом вы увидите что первое мое предложение значит начать чтобы хотя бы часть будущего абрикосового сада ведь мы же не зря написали видимо речь шла о том чтобы вывести мои абрикосы в Швейцарию так да 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 вот значит начинаем с самых скромных это у меня кстати была очень-очень крупная одна в Словакии посылка самая крупная посылка с косточками это было лет 15 назад и чек заплатил семьдесят тысяч это что сейчас тысяч сто пятьдесят двести я не помню количество а я помню что с трудом донес ее до этой до почты вот это был момент и никаких следов а с вами надеюсь подружимся то есть чем дело кончилось вот теперь так значит допустим вы какое-то количество выпишите именно сыновей манджурса раз теперь я нажимаю кнопку вам неудобно пока вслепую все это работать но вы потом увидите что ага все это увидите загадочные крупноплодные абрикосы а это старая статья сейчас она сейчас бы вообще без валидола лучше бы не смотреть это именно статьи это мой климат это вот потом увидите это телевидение вот пошли крупноплодные вот это вот это далеко не все прошли годы это еще и технология если хотите напишите пришлите мне эти две статьи они очень пригодятся дело в другом у меня сейчас крупноплодных косточек нету они все кончились но допустим давайте так крупноплодных вырастить неизвестно что морозтойка все равно у них меньше будет чем у этих сыновей манджурса так поэтому допустим так порассуждаем вы готовы начинать с сеется манджурса а потом приучен к ним вот этим роскошным априкосом невиданным в России вообще таких ни у кого нет а в Швейцарии вот то что я вижу передо мной вот я листаю показываю людям картинки вот в Швейцарии это тоже невидимо вот они швейцарские картинки не не у нас тут нет хороших априкосов вот это я теперь понятно и вот получается что вы первое будете там может быть когда то будет сейчас мы немножко теории может когда то вы станете основоположником и вас будут называть там швейцарским Матюрлиным или швейцарским Бирбанком вот швейцарским Шреддером вот или Ламарком швейцарским у вас есть такой шанс ну представьте себе меня на вашем месте что долго бы я это я бы приехал бы в России у Латинкова у Железова у Бродского скупил бы все что можно вот и мне бы через пять лет все плодносится я предлагаю этому самому все о чем мы говорим я предлагаю не Тимирезовскую это господи а Тимирезовской академии московской которую вот-вот закроют уже пытались да через пять лет вот такой сад будет невиданный бесполезно ну давайте теперь в Швейцарии вот давайте попробуем вот или сказать так удавлюсь я русский в жизни в Швейцарии ни одна косика не попадет или так надо как правильно приезжайте к нам в гости меня уже приглашали я Курдюнова зову уже давно а он говорить не может приезжайте вместе нет мы уже это знаете мы уже не выездные время то ушло я отказался ехать в Киев такие предлагали условия у Софиева отказался ехать вот в Москве был на конференции микрофон отключили начал там воспитывать ученых да воспитывался ну ладно это другое дело смотрите начинаем теорию и так представим себе вы выписываете какое-то количество курсов это может быть сто может тысяча 10 тысяч как бывали такие случаи у меня редко 2-3 за всю жизнь вот мы сейчас не будем говорить ни о цене ни о количестве так и так значит каковы шансы ну берем среднюю цифру тысячу допустим ну естественно разных с разных деревьев я это называю смесь это вообще чудо когда смесь не знаю что вырастет только тупты не будет вот что вот вот если у вас допустим тоже горы предгорье у вас будет теплее у вас даже у сеянцев плоды будут крупнее полтора-два раза я вам это обещаю раз вопрос в другом значит естественно вы упомянули слово замерзнуть так объясняю мои замерзнуть не могут значит я сосался на Ваулина как непредубежденного человека он ученый у него не было смысла все это выдумывать у него по 40 кг свалодых деревьев правда это все мое о чем он забыл как-то случайно сказать вот но так бывает видимо возраст и вот получается что минус 8 у него были возвратные заморозки и это не я это он пишет что выдержали и плодоносили минус 8 ага мои сеянцы это вот минус 8 вот то что я вам предложу сыновьям Манджурса я вам показывал вот они загадочные они может быть уже не минус 8 а минус 5-6 почему у них кровь культурных у них папа культурная они же не зря злащие крупнее стали вот теперь то есть получается заморозки 5-6 ниже они просто убьют цветы а заморозки а заморозки дерева гибели все это исключено вот вопрос в другом выдержат ли они ваши снег у вас какой снег глубокий у вас снега практически нету ну все та же хакасия вот только что теплее намного вот допустим так так теперь смотрите приходит март они раньше времени распустились так и если у вас мороза будет минус 8-10 они убьют цветы получается посадили заплатили потратили время ну пускай моя технология самая легкая самая такая не трудоемкая вот все равно это работа все равно деньги может там на наемный труд не знаю и так значит может оказаться что год за годом в марте расцвели а если каждый год минус 10 замерзли цветы прекрасные деревья плодов нет вот если шанс но он зависит вот от чего теперь от вас лично знаете почему этот шанс есть дело в том что у меня мои сыновья манджурских абрикосов ну там сеется амура по самому они интересны тем что там такое кровосмешение вот применить русское слово вы забыли русские слова это такое блядство это такое этот самый как сейчас нет помягче слово вот беспорядочные полные связи что все потомки являются гибридными теперь давайте смотреть там абрикосы сихота алиня абрикосы с тибета абрикосы это все каждая из них каждая это считается родина потому что если она не понимает сихота алинь тибет значит тэньшань кавказские горы так значит это самое западная европа которая как бы отдельно занималась абрикосами потом украина россия вся эта смесь кровосмешения это все у меня в саду теперь значит какие то вот будет два вот не зря же что у Ваулина я специально беру можете мне верить можете не верить но речь идет я могу вам выслать его реферат его доклад вот именно уже подробнее с фотографиями все разное вот но у него на Урале значит ничего не выплевает ну для этого есть причина во первых ничего делать не надо он ничего не делает как я научил так вот чтобы не мешать им нормально развиваться не калечить это уже шанс увеличивается дальше посадка чтобы они не прели особенно хорошо если еще и склон будет это вообще идеально вот вот ну и не обязательно солнечная сторона понимаете в чем хитрость представим себе абрикос я вот сейчас покажу а потом увидите вот я руками показываю вот допустим это холм с одной стороны солнце бьет прямо таким образом что получается здесь сильно жарко а вторая половина дня уже наоборот и вот здесь на другой стороне туда уже солнечные лучи не бьют а скользят там похолоднее и вот когда садик сад таким образом да получается что еще раз показываю этот холм примерно вот такой если у вас такое место найдется вот это идеально с точки зрения такой в один год одна половина будет плодоносить нет можете обе если пронесем заморозками понимаете в чем дело вот обе обе еще раз показываю а другой год а если неудачий год то по заморозке попадает или левая на левом склоне или на правом а один проносит у меня был антигдотичный случай вырастить персики гораздо сложнее у них моростойкость на 10 градусов ниже понимаете у меня получилось так есть абрикосы ранние и поздние так ранние зацвели попали под заморозок абрикосов нет потом зацвели персики пронесло завязались потом зацвели абрикосы поздние и опять попали под заморозки и вот ко мне приезжает телевидение я их угощаю персиками а где абрикосы а я руками развел и смех и грех но я чему-то научился поняли что если у меня ровно у меня склон но мне нет вот такого чтобы было на одном месте это два разных климата вот я показываю образа руки люди поймут солнце тут бьет здесь жарче а там у меня даже фотографии когда вот такой же распадок с одной стороны трава зеленая с другой сухая уже легко догадаться какой склон южный а какой северный вот так и тут понимаете вот этот момент если учесть то получится да но вы понимаете какие урожаи дают абрикосы вы думаете большие что вы какой там это большие огромные вот иной год всех мышей со всей округи кормлю вот и пчел и ось всех и вот получается что сейчас поймете значит первое в некоторых ну кто если закончить тему склона учесть раз теперь следующее я сказал кровь намешана там десятки разных этих часть из них будет позднее я еще раз говорю а часть будет ранних часть заплодоносит часть пропустит урожай а на другой год наоборот кстати через год когда это для них же выгодно вот это так же как женщине каждый год рожать опасно а через год уже здоровее будет лично так и тут и вот получается извините за такое сравнение вот получается так что следующий момент у многих из них есть кровь южан именно южан на украине у меня у меня же они как растут манджурцы тут рядом королевские роскошные и тут же рядом у меня растет этот огромный такой мощный молодой еще лет восемнадцать абрикос с украины привез жердель скромные плоды сейчас покажу примерно как здесь вот они сейчас покажу какие они вот жалко не готовился к разговору я все равно не хотел пропускать ну вот допустим вот такие примерно так вот такие слегка кислые урожаи предельные и вот чем они интересны юг украины я подробно говорю но я по-другому не могу юг украины херсонская область я несколько зим из-за ребенка провел там несколько зим работ то есть брал отпуск именно зимой вот туманы сырость снег выпадет растает сырость в воздухе стоит это влага а в окрестных деревнях полно абрикосов и не гниют и урожаи валера приехал вся родня десять человек по три банки приносит а я одну съесть не могу трехлитровые закатки они не просто они даже снощавые там и вот получается что кровь их тоже есть вот в этих моем этих моих банках с абрикосами сухими вот и получается и сейчас я заканчиваю эту длинную речь или вы становитесь первой я специально говорю вы новый бербанк новый мичурин хотите для этого вам нужно абрикосы садить все подряд пройдет несколько лет и они сами отберутся будет листочек помельче сами видите вы на них потом еще раз кто-то поедет в россию от меня вывезет допустим роскошные черенки вы привьете у вас после этого будет сразу лучше сад в швейцарии или или значит если даже это не сбудется он будет по крайней мере самый урожайный почему вы же если много костей взять я на что не намекаю я правда наполовину украине все равно я же не намекаю что надо больше купить а таким расчетом чтобы поселить допустим грядами через метр а потом природа сама выберет а они растут их не надо сразу убирать потом может часть продать часть перенести туда где-то другие условия будут то есть уже сразу включить с мозгами а те которые останутся вот уже выделить самой а вот это а потом вы от них потом что получите понимаете ага вот ну я показывал на последнем вебинаре вы на них не смотрите не в курсе наверное про вебинары вот вот на последнем вебинаре я показывал свою это помощницу аспирантку Красноярского этого госуниверситета Савинич она стоит а где-то два с половиной еще ее роста да а дерево пятый год пятый год а на нем вот такие плоды из костика то есть если условия подходящие они не просто растут они бешено растут они просто по два метра дают год представляете вот вот и вот получается я заканчиваю эту речь если готовы значит мы с вами будем потом еще всю свою жизнь дружить потому что для меня ответственность огромная кто берет десять два нет сорок костик это минимум да или даже сто я про них забываю на другой день вот а там посмотрим в общем считайте так мы заканчиваем это кино потому что люди от длинных кино устают вот значит зовут вас Ольга вы в Швейцарии возраст у вас такой что да я в пятьдесят один год уволился с завода и стал чистым этим тут же сожгли сад промышленный я сразу стал селекционером представляете красота какая не думать куда девать куда девать тонны продукции ну и милое дело после пожара ну в общем смотрите так значит элементарный уход это придется поучиться вот само собой можно по сайту учиться можно специально выписать литературу бумажную еще диски учебные вот до весны успеть все это освоить вот и самое главное если заказывать сейчас только получите их а ой тут опять головы боли вы сказали в апреле повезут их мой папа будет в апреле ага ну тогда я буду стратегировать для вас отдельно чтобы в апреле вы получили их вот и сразу сразу же высаживать для вас отдельно только скажите сколько а вы мне сюда не можете послать у вас там не примут нет косточки не примут то есть это выглядит так допустим месяц будет идти отправив сухие опоздают сертификации вас же и раньше высаживать так же ага чем тут в Сибири это считаете на месяц на полтора вот тут же пролетаем мы с вами то есть получите месяц знаете как приходят хвосты две-три спички длиной это по России такое бывает по России бывает поздно закажут тут же как бешеные просыпаются вроде бы и хорошо это говорит о качестве с другой стороны высаживать поздно выбрасывать приходится вот такие хоть и качественные и вот получается что с вами отдельно еще будет разговор запись сама отключится через две минуты уже моргает зарядка вот и мы можем дальше говорить а для всех может вы не последний кто-то сдалека заказывает вот ну с Финлядией прошло но Финлядия это та же как Болгария не за границей помните поговорка так Финлядия тоже не за границей а Эстония Латвия и Литву перевозят сами как-то там дырявая это сами знаете ну все заканчиваем разговор так а про шкурные дела сколько стоит и как это мы уже отдельно поговорим вот я говорил для всех шанс есть но придется стать этим самым Мичуриным ну Мичуриным если вы его еще помните такого гения уникального так ну вот жалко мне расставаться с вами не расстаюсь расстаюсь с теми кто нас слышал вот до свидания друзья значит успевайте одним выгоднее выписать сейчас сухие самому зафиксировать тогда уже сам себе режиссер те кто потом получит уже в песке вроде бы хорошо что я зафиксировал это плюс а потом а потом получается если дома сам стрессируешь можно одни посадить другие подождать как-то влиять на это когда получаешь посылку а там половина проклюнулась а на улице снег лежит и такое бывает нет лучше сухими ну а вы с вами особый разговор вот вам надо получить от меня уже статистированное пусть в апреле но они если я в апреле сажаю хватает же мне лета правильно сибирского короткого у вас не у нас тут долгое лето это не проблема поэтому я не боюсь не боюсь вам высылать ну все друзья до свидания я прощаюсь со всеми кроме вас а вы не отключайтесь я отключаю просто видео очень прокат на зараз где с в в в Продолжение следует...